Доброе утро! Это новости на телеканале Катунь24. С вами Анна Маскаленко. Начну выпуск. Российских школьников уже с нового учебного года будут учить основам финансовой грамотности. Обязанность проводить такие уроки закреплена в госстандартах образования, но пока что в качестве внеурочной деятельности. Проводить такой предмет на уроках будут с письменного согласия родителей. Начальную школу познакомят с понятием семейный бюджет на уроках математики и окружающем мире, а ученикам средней школы расскажут, как правильно рассчитывать цены на товары и стоимость услуг, а также познакомят с предпринимательскими рисками и налогами. Все это в рамках дисциплин математики, общества знания и географии. Два новых светофора для пешеходов установят на Барнаульской трассе «Змейногорский тракт», а именно на автобусных остановках «Октябрьский садовод» и «Сибирская долина». Об этом сообщили в Управлении федеральных дорог «Алтай». Оба светофора оснащены специальной кнопкой. Она не требует нажатия. Для вызова зеленого света достаточно поднести руку к установке, после чего на дисплее появится строка со временем ожидания до перехода. А над проезжей частью установят систему с дублированием сигнала светофора для автомобилистов. Данные объекты позже подключат к системе цифровизации транспорта. Заслуженный художник России, житель Барнаула Анатолий Щетинин, представит свои работы в Московском музее Востока. Выставка «Неотпитая чаша» – это портреты и пейзажи, на которых отражена природа, история и культура монгольского народа. Выставка, то, что сейчас представлено в нашей галерее, она 22-го числа откроется в Москве, в музее Востока. Будет она там два месяца по 21 ноября. Для меня это, конечно, большущая честь. Почему? Потому что впервые от Алтая будет выставлен на просмотр более 50 полотен в Центральном музее нашей страны. Выставку «Неотпитая чаша» художник создавал около 40 лет. Работы написаны с натуры. Анатолий Щетинин с 1984 года совершал творческие поездки в Монголию. Во время первой влюбился в эту страну. Этот образ в Монголии, она не только в пейзажах, но вот именно еще и в таких людях, артистах, просто простых монголах. Поэтому к нам, конечно, отношения очень добрые, очень такое, как бы сказать, особенно, я думаю, любят художников. Поэтому они в каждой юрте приглашают. Всего в экспозиции больше 70 полотен. В Барнауле выставка представлена под названием «Алтай. Сердце Азии». Посвящена столетию дипломатических отношений России и Монголии. Выставка будет работать до 5 сентября в арт-галерее Щетининых, а затем отправится в Москву. Барнаулец Андрей Свечников подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги. В составе «Каролина Харикейнс» он проведет 8 лет. За все время он заработает 62 миллиона долларов. Сейчас хоккеисту 21 год. В прошедшем сезоне он провел 55 матчей в НХЛ и набрал 42 очка. В 11 встречах плей-офф забросил две шайбы и отдал 6 результативных передач. Игрок признался, что планирует связать с этим клубом всю свою карьеру. На этом у меня все. Я напоминаю нашим телезрителям, что больше новостей вы сможете найти на нашем официальном сайте katun24.ru, а также в группах нашего телеканала в социальных сетях. Там мы представлены на всех площадках. В Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке и в Инстаграме. Присылайте свои темы и о самых интересных мы расскажем в следующих выпусках. Я на этом с вами прощаюсь. С вами была Анна Москаленко. Хорошего вам дня. Не переключайтесь и смотрите Katun24.